Мир вам, братья и сёстры. Мир вам. Перед нашей общей молитвой будем слушать Слово Божие. Откройте второе послание Петра, первая глава. Второе послание Петра, первая глава, и мы прочитаем первые восемь стихов. Симон Пётр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растление похотью, то вы, прилагая к сему всё старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Здесь Пётр указывает, показывает нам путь от веры до любви. Как вы заметили, да? Идёт перечисление, оно похоже на цепочку. Разные качества, какие следует проявить в себе, чтобы в нашей вере проявилась любовь. Я думаю, нам это особенно интересно. Я так заметил в последнее время, много обсуждается теории библейской, принципов веры, во что мы должны верить, как мы должны думать. И часто в ответ задаются как бы вопросы, а делать-то что? Делать-то что нам, чтобы всё это было, или как, где практика? Вот здесь как раз практические советы. Пётр говорит, вы прилагая ко всему всё старание, то есть вот здесь как раз мы можем употребить старание. И ещё актуальная тема о любви, как достигнуть любви. Потому что тоже часто поднимаются эти вопросы. Любви мало, любви не хватает и так далее. И вот, кажется, я буду... Конечно, текст показал, здесь прочитали мы большой. Я его постепенно сужу, а то, что мне показалось, особенно болезненное такое место у нас есть. Вы можете сразу прочитать, обратить внимание на стих пятый. Но, в общем, мы заметили, как будто здесь какая-то пошаговая инструкция. Выполняешь одно за другим и придёшь к любви. И вот, и одно такое звено в пятом стихе, то вы, прилагая к всему всё старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Часто к этому месту рисуют такую схему. Или, может быть, это место вам встречалось тогда, когда требуется проявить добродетель. Итак, перед вами этот нищий, который стоит на дороге. И вы думаете, проявить мне мою добродетель, и не проявить. И вот рассудительность включается. И мы рассуждаем. Как же так? Это значит, мне нужно не просто дать, просит он, а вдруг он напьётся. А может, лучше ему не дать, и пусть он пойдёт, работает. И вот рассудительность у нас включилась. И за рассудительностью идёт воздержание. Воздержание. Я у себя придержу монетку, не дам. Наверное, так хочется дать. А я вот... Тут ещё и воздержание у меня идёт. Следующее, как бы, звено цепочки. И мы представляем, может быть, что если мы, смотрите, уже три пункта выполнили, а сразу, одним разом, то это должно нас привести к какой-то такой... Ну, здесь мы проявляем своё христианство. Вы чувствовали когда-нибудь противоречие внутри себя и в своей совести, когда старались применить таким образом это Писание? Вы можете себе представить такое, что этот человек, который нуждался в помощи, услышав отказ, устыдится, пойдёт устроиться на работу, купит себе удочку, да, как мы говорим, голодному давай не рыбу, а удочку. Нам такое может в мысли прийти. И мы не даём ему рыбу. И вот он устроился на работу, и вот он начинает жить, как нормальный человек. И вот он заработал свой первый миллион. И потом он ищет вас, где бы найти этого человека, который мне ничего не дал, который мне не помог. И вот он вас встречает, долго трясёт руку, спасибо, «Спасибо, вы помогли мне встать как бы на ноги тем, что проявили такое воздержание и братолюбие. Кажется, это невероятно, кажется, такое совершенно невозможно». И правильно. Давайте посмотрим немножко подробнее на то место. Когда говорится о добродетели, может быть, это слабая сторона нашего славянского перевода, потому что здесь эти термины, как добродетель и рассудительность, они мало что нам объясняют. То слово «добродетель», которое здесь приводит Пётр, имеется в виду некая моральная энергия. А в древние времена это слово обозначало дарованную Богом силу или способность к совершению героических дел, будь то военных, или атлетических, или творческих подвигов, или героического поведения. Эту способность приходилось демонстрировать в опасных ситуациях. Основное значение слова «добродетель» – исключительность выдающегося человека. Способность к добродетели, она не является природной. Вообще все эти качества, которые здесь называют Пётр, это не наши природные качества. Если мы будем рассуждать о них так, как принято среди людей, мы ничем не будем отличаться от язычников. Но Пётр, начиная свою речь, он ещё во втором стихе говорит кое-что о познании. Благодать и мир вам умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Росток, как бы начало, добродетели рождается в человеке через познание Господа Иисуса Христа. Эта добродетель, она может казаться посторонним наблюдателем не совсем логичной, не совсем обоснованной, но она оправдывает себя именно в воле Божьей. Во втором послании Коринфянам, 3 главе, 5 стих написано, не потому, чтобы мы сами были, сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Вот как раз это добродетель, как сверхъестественная способность, она появляется от Бога. Умение поступить добродетельно. И в этой, в добродетели показать рассудительность нужно, вот сейчас, к сожалению, мы не видим английского текста, если у кого-то есть, вы сразу заметите, что у них стоит не слово рассудительность, а слово знание, если кто-то сейчас имеет при себе этот текст. И на самом деле во всех переводах, которые вы увидите, наверное, кроме нашего славянского, слово не рассудительность, а знание, то есть в добродетели знание, в знание воздержание, то есть это определенное знание. Это можно использовать и слово рассудительность, но не как способность оценивать и судить, но это как особенное знание, дающее возможность правильно судить. Древние философы искали этого особенного знания. От слова знание, которое здесь греческое приводится, гносис, знаете, есть, были такое движение, как гностики. Они искали нечто такое особенное, что дало бы им способность достичь каких-то духовных высот или достичь какого-то просветления. Они знали, как бы, какие-то такие секреты, которые простым смертным недоступны, и это возвышало их над другими, наверное, больше в их собственных глазах. Другие видели только то, как у них рос нос до потолка, и не больше того, но есть такое знание, которое дается Богом. Это не знание тех древних гностиков, но все же это такое знание, оно основанное не на, так сказать, научных познаниях, а здесь Петр включает познание как понятие о личных взаимоотношениях с Богом. То есть рассудительность, как близкое знание Бога. Такая рассудительность позволяет человеку проникнуть в суть того или иного предмета, познать его. Опознав тот или иной предмет, рассудительность позволяет правильно им пользоваться. Именно рассудительность позволяет человеку правильно использовать свой исключительный дар разумного существа, свободу выбирать, добро, и его источник, Господа Иисуса Христа. Апостол Павел тоже много уделял внимания как раз этому особому знанию. Особое знание, которое не появляется в человеке путем его собственных исследований. Оно не передается от одного ученого к другому. Он говорит, пишет римлянам, 10 глава, 1-2 стихи, «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». И здесь вот это слово «рассуждение», оно точно такое же, как в первоисточнике. Здесь тоже стоит слово «гносис». То есть они не обладают некоторыми знаниями, нужными знаниями от Бога, и поэтому их ревность не способна привести к каким-то добрым плодам. Когда-то Павел, еще будучи Савлом, он находился в той же ситуации, имел ревность по Богу, что-то предпринимал для этого. Но он не знал самого Иисуса Христа, и только когда встретился на пути в Дамаск, ему Христос, и сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». Оказалось, Павлу нужно поменять совершенно в противоположную сторону свои усилия. Оказывается, совершенно по-другому нужно поступать, совершенно по-другому действовать. И он это решение принял, здесь, как кажется, по описанию того момента, за считанные секунды, да? Кажется. Неужели за эти секунды Христос что-то такое объяснил или вложил, закачал в него там множество информации, что Павел вдруг поумнел? Нет. Он узнал лично. Встретился лично с Христом. И вот это вот такое знание, знание личности, оно меняет поведение. Оно заставляет, дает свободу, дает возможность совершать совершенно другие поступки, не те, которые были до сих пор. Это недостаток знания. Откуда берется такое знание? Один известный проповедник сказал такие слова, «Слово Библиотеки» заставляет головы пухнуть, но Слово Божие расширяет сердца. Слово Божие, услышанное от Бога, оно увеличивает сердца и этими сердцами от Божьего Слова. Мы совершенно по-другому оцениваем. Мы совершенно по-другому поступаем и ведем себя так, как будто мы что-то знаем. Люди удивляются, откуда вы это знаете? Откуда берется такое, что, ну, такое впечатление, что эти Божьи люди как будто знают что-то, чего другие не знают. И есть такие примеры в Новом Завете, как, помните, Иисус сел у сокровищницы в храме, а вдова положила две лепты. Казалось бы, какой смысл в этом? Христос объяснил. Она сделала больше всех. Это самый правильный, самый разумный здесь поступок. Это самый героический поступок, то, что она сделала. Не могли понять окружающие люди, как так? Даже ученики Иисуса могли смотреть и думать. Храм Иерусалимский принадлежит мафии, Каиафы и его клана. Зачем туда вообще деньги нести? Иисус вообще заявил, оставляется вам дом ваш пуст. Какой смысл вообще там принимать какое-то участие? Ну, так только, потому что люди есть, может, ради этого. Но что-то такое было в сердце этой женщины, что она, это сделав, оказалась правее всех. Или другая женщина, которая помазала Иисуса драгоценным миром. Все начали рассуждать, рассуждение включилось. Это ж можно нищим отдать. Это ж сколько добра можно сделать. Иисус говорит, подождите, она правильное дело сделала, потому что она приготовила меня к погребению. И вот, представьте, ученики подумали, а, ну, если так, наверное, она что-то такое знала. Если она его помазала, она его приготовила, вот Иисус объяснил, тогда все понятно. Как вы думаете, в самом деле она знала, что она приготовляет его тело к погребению? Что это за такое сверхъестественное знание? Человек поступает правильно, так, как будто бы он что-то знает, хотя, скорее всего, не знает. Его поступки такие, как будто он знает больше других. Это необъяснимо. И вот это как раз то, что берет начало от знакомства с Иисусом Христом. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 2-3 стихи. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Дано знание от Него. Опять, если обратиться к первому тексту, то там идет как бы тот познан от Него. То есть, он знаком. Не то, что Бог ему сообщил какое-то знание, и он стал таким очень умным там. А потому что он, кто любит Бога, тот настолько близко знаком с Ним, что просто поступает так, как Богу угодно. Так, как Бог ожидает, чтобы он поступил. Он таким образом будет поступать, как будто он знает что-то. и таким образом все эти заповеди, которые мы читаем в Нагорной проповеди, кажутся нам совершенно непрактичными. Они оказываются правильными. Всякому просящему у тебя давай. От взявшего твое не требуй назад. Иисус, он сам берет на себя инициативы, чтобы узнавать. Нафанаил спрашивает, почему ты знаешь Меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей. Я видел тебя. И Филипп просто остается под большим впечатлением. Оказывается, Иисус знал тебя, когда ты еще только у тебя появились первые мысли о том, чтобы больше, чтобы ближе узнать Бога. Ты только в тебе появилось это стремление больше узнать Бога, больше полюбить Бога. Это значит, что Он входит в тобой, с тобой в контакт, и Он с тобой знакомится. Происходит процесс этого ознакомления, которое сообщает тебе необходимые знания, чтобы достичь этой любви. иногда можно вести себя как угодно правильно по Писанию. Знаете, приводили Иисусу женщину грешницу и сказали, вот в Библии как написано побивать таких камнями, Иисус остановил их таким образом, что они сами разошлись. они расходились и думали, ну как же так, ну в Библии же написано, что надо ее убить, а почему мы не можем? Вдруг сообщилось какое-то знание их совести от Бога. А некоторые люди, которые упорствуют, которые не стремятся приблизиться к Богу через любовь, путем любви. Иисус говорит, и тогда объявлю вам, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Используют в своих интересах, ради своей корысти, ради своей жадности, ради своего тщеславия, честолюбия, Божье слово, может быть, какой-то имидж христианский. И при этом не знают Бога и однажды он сказал, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Посмотрите, в восьмом стихе тут говорится, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Можете и дальше читать сами, там тоже актуально, но вы больше его познаете. Начните с любви. Начните не с того, чтобы оправдывать свое бездействие, но с того, чтобы поступать так, как вам подсказывает Божий Дух. Есть очень хорошая песня, не знаю, поем мы ее или нет, там, где перечисляется, что я столько всего не знаю, я очень много всего не знаю, но я знаю, в кого я верю. Этого достаточно. Этого достаточно настолько, чтобы быть умнее всех мудрецов, наверное, чтобы знанием того, в кого я верю, решить сложнейшие задачи, чтобы нам прийти как раз к этому финалу, которая описывает эту пошаговую инструкцию, Петр, как достичь этой любви, как через веру может появиться та любовь, о которой сейчас все говорят, что большой дефицит у нас ее. Пусть Господь вдохновит нас на это, пусть у нас хватит решительности на то, чтобы идти этим путем, чтобы уметь слышать Божий голос, не сомневаться в нем, зная, что Он знает нас, лучше нас самих. Давайте помолимся об этом. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты желаешь, чтобы мы имели успех и плод в познании Иисуса Христа. мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Твое Слово, которое снабжает нас всем необходимым для этого. Помоги нам доверять Твоему Слову. Мы увидим обязательно этот плод. Мы научимся проявлять через в себе, через послушание истины, Твою волю, проявится Твоя воля. Мы уповаем на эти драгоценные обетования, которые Ты дал нам. мы знаем, что в этом будет успех. Пусть это жажда, пусть это познание Тебя, оно растет и умножается в нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Словно травы шелестят слова, как слова и травы в жизни схожи, ковыря целебная трава. Есть слова целительные тоже. Я смотрю на лук цветы одеты, как прекрасен сочный трав покров. Научи нас Бог дарить букеты, состоящие из добрых мудрецов. Есть слова исполненные ядом, есть простые словно васильки, а порой собою нету сладу, если в речи всходят сорняки. Я смотрю на лук цветы одеты, как прекрасен сочный трав покров. Научи нас Бог дарить букеты, состоящие из добрых мудрых слов. есть слова, пьянящие, как розы, есть сухие, как степной ковыль, есть слова, рождающие слезы, горькие слова, слова полынь. Я смотрю на лук, цветы одеты, как прекрасен сочных трав покров. Научи нас Бог дарить букеты, состоящие из добрых мудрых слов. Словом можно душу искалечить, словом можно раны исцелить, тяжкий груз недобрых словно плечи, берегитесь ближнему взвалить. Я смотрю на лук, цветы одеты, как прекрасен сочный трав покров. Научи нас Бог дарить букеты, состоящие из добрых мудрых слов. Состоящие из добрых мудрых слов. Откроем Евангелие от Матфея. Двенадцатую главу. Будем считать с двадцать четвертого стиха. Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу вильзивула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силу вильзивула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями. по 27 стих. В прошлый раз мы рассматривали историю исцеления одержимого человека, который вследствие своей одержимости был слепоглухонемым. И в связи с этой историей была поднята тема экзорцизма, то есть практики изгнания злых духов из одержимых ими людей. Верующих нередко затрудняет при чтении Писания факт, что эта практика в Израиле возникла не с приходом Иисуса Христа, но ею занимались многие последователи фарисейской школы, причем Спаситель, доказывая своим противникам несостоятельность их обвинения по его адресу в связях с Вильзивулом, как раз ссылается на этот факт, тем самым подтверждавая то, что эти иудейские заклинатели злых духов не только имели определенный успех, но они действовали даже при помощи Бога, Бог оказывал какое-то содействие им. Мы говорили, что в общем-то не стоит всему этому удивляться, потому что речь идет о народе Божием, имевшем богопознание и пусть и ограниченный все-таки доступ к живому Богу. При всем несовершенстве, при многих отклонениях от истинного закона Израиль все-таки сохранял Божие благословение и попечение Господа было над ним простерто. Оно выражалось в некотором восполнении нужд еврейского народа, причем порой совершенно необычным путем. Вспомните вот эту купальню Вефезду. явление совершенно экстраординарное, просто сверхъестественное. Ни одна болезнь не могла устоять, если больной входил после возмущения воды в эту купальню. Это тоже была часть благословения избранного народа, которое отличало его от окружающих языческих народов. Проблема одержимости, она также не миновала Израиля. И не надо так удивляться, что Господь оказывал какое-то содействие в ее облегчении еще до того, как сам пришел на эту землю. Но вот когда Спаситель явился на землю и основательно взялся за духовные и физические недуги избранного народа, результаты, которых он достигал, они приводили народ в изумление, несмотря на то, что изгнание бесов не было очень большой новостью среди Израиля. Мы говорили, что можно предположить два отличия этих результатов от тех, которые имели иудейские экзорцисты. Во-первых, в отличие от иудейских заклинателей, Иисус заклинателем не был. Он гнал духов просто словом. Когда за это дело брались иудейские заклинатели, у них это процесс изгнания демона выражался, представлял из себя целый ритуал. велась борьба с нечистым духом, выяснялось его имя, использовались какие-то, было повторение каких-то специальных формул, применял, была манипуляция с какими-то посвященными предметами. Все это противостояние занимало время. А вот то, как делал это спаситель, вообще даже сеансом изгнания бесов нельзя было назвать. Он просто говорил выйди и все. И бес уносился. Он не мог устоять против слова воплотившегося Бога. И вот эта простота, быстрота и власть, какие являл спаситель, она поражала видевших и резко отличала его от иудейских заклинателей злых духов и, в общем-то, от многих тех экзорцистов, которые сейчас действуют в общем-то, ну, похожими как, похожими средствами, как это делали раньше ученики фарисеев. Иисус Христос наделил вот этой властью верных Ему среди людей, верив им в качестве оружия свое собственное слово. Вспомним, как 70 учеников, вернувшись с проповеди, в восторге говорили, Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем. Это привилегия только учеников Христовых. Второе отличие, которое может быть более предположительно, но наверняка оно тоже имело место, оно состояло в том, что иудейские заклинатели не добивались той полноты освобождения одержимого, которую демонстрировал Иисус Христос. И одна из причин состояла в том, что исцеляя, спаситель снимал с человека его вину. Он прощал грех человека. То есть он лишал болезнь или одержимость духовной основы. Иудейские экзорцисты этого не могли сделать. Они не могли освободить человека от его виновности. Не могли его освободить от греха. А он-то, как правило, служил основой одержимости. Мы говорили, что обычные болезни они могут иметь, а могут и не иметь духовной основы. Но одержимость же, как правило, ее имеет. из-за того, что вот эта причина, духовная причина одержимости заклинателями не устранялась, какие-то остаточные явления прежнего состояния этого человека, они могли сохраняться. К примеру, в виде каких-то телесных недугов, в виде какого-то, может быть, нервного расстройства, в виде периодических атак того же демона, который его покинул. То есть изданный вот таким образом бес, он все-таки мог иметь еще какой-то доступ к своей прежней жертве. Когда же человека освобождает Христос, уходит все, все симптомы, происходит полное абсолютное освобождение и исцеление. Можно наверняка еще говорить и о третьем отличии, чем отличались действия иудейских заклинателей от того, как Иисус изгонял бесов. Наверняка можно говорить о том, что у иудейских экзорцистов не всегда слаживалось это дело. Не всегда у них это получалось. Иногда, может быть, даже довольно часто они терпели поражение и не могли выгнать демона из человека. у Иисуса таких неудач не было. Когда он брался за это дело, демон уходил. Все. Однако, речь, которую произнесся Иисус в ответ на вот эти помышления и измышления фарисеев о его якобы причастности к Вильзевулу, она не закончилась на вот таком обоснованном опровержении. Это их нелепицы. Спаситель говорит, и если я силу Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силу изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствия Божия. Иисус, показав полную несостоятельность фарисеев в этом их рассуждении, указывает на единственно верный вывод и оценку ситуации, которая только и может следовать, когда правильно рассудить над всем, что происходит. Господь говорит, что поскольку никуда не денешься от того, чтобы признать его действия как проявление силы Бога, силы Святого Духа, надо принять и то, что здесь имеет место близость Царства Небесного. Именно оно себя в нем проявляет. Оно присутствует теперь в Израиле. И фарисеи сейчас соприкасаются именно с ним, не с царством тьмы, и учитывая этот момент, они могли бы воспользоваться от этой близости Царства Небесного. Изложив вот этот совершенно очевидный вывод, которому фарисеи вновь ничего не могли противопоставить, Спаситель переходит к предупреждению, адресованному опять же в первую очередь к этим фарисеям. С 30 стиха мы читаем «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Такая постановка вопроса показывает, что фарисеи, которых так предупреждал Иисус Христос, на самом деле понимали ситуацию гораздо лучше, чем нам это кажется. Иисус видел их сердца, видел их помышления, все их мотивы, он видел их буквально насквозь. Он видел и то, что где-то там подспудно они понимали, что он от Бога пришел. Причем понимали это не только не хуже, а гораздо лучше остального народа, пока еще терявшегося в догадках, но тоже признававшегося, что это от Бога учитель. Еще Иисус только начал действовать, а помните, Никодим пришел к нему и сказал, что мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога. Он не сказал, мы предполагаем, нам кажется, мы думаем, мы знаем это. Их знания охватило для этого. И знаете, можно с уверенностью сказать, что Никодим в тот раз говорил от имени очень большого количества вот этих фарисеев. Потому что в Иерусалиме был праздник, и во множестве туда сошлись фарисеи, они то чтили закон по-своему, правда, они старались исполнять его уставы, особенно обрядовые, и им надо было показать себя там, быть в первых рядах, чтобы была видна их набожность перед всем народом. И вот на том празднике Иисус явил свои чудеса в Иерусалиме, после чего и пришел к нему Никодим. И знаете, легко можно представить себе, как эти фарисеи, сошедшиеся со всех мест Израиля, огромная масса, когда они увидели эти чудеса, как они сбежались где-то вместе, сошлись в своем кругу, стали обсуждать все это, делиться впечатлениями, делать выводы. Так что знание, о котором сказал Никодим, оно не ограничивалось какой-то узкой группкой фарисеев там в Иерусалиме. Это был результат их оживленного обсуждения, в котором участвовали очень и очень многие фарисеи, сошедшиеся со всех концов Израиля. Беда была в том, что столкнувшись с отличным от их пониманием воли Бога и толкованием закона, и ощутив угрозу своему положению в Израиле, они не сделали выбор в пользу истины и стали воевать со своей совестью, стараясь найти какое-то доказательство обратного. То есть, что Иисус не от Бога. Мы в прошлый раз об этом говорили, они сами их себя старались убедить, что Иисус не прав, не истинен, не Божий слуха, и поэтому не надо за Ним следовать, потому что следование за Ним было очень невыгодно для их плоти. Вот в этом особенно сильно проявилось, особенно сильно и губительно просто проявилось их лицемерие. Если бы они действительно искали Бога, искали Его истину, то со своим знанием они давно бы стали на сторону Иисуса Христа. Но истину они рассматривали не как цель, а как средство достижения земного. Когда же обнаружилось, что истина начала угрожать тому, что они ценили в этом мире, и они могут это потерять, если станут на ее сторону, они восстали на нее. Вот это предупреждение, кто не со мною, тот против меня, оно не имело бы большого смысла, если бы оно было адресовано действительно незнающим, заблуждающимся противникам Иисуса Христа, которые по-настоящему не верили бы, что Иисус от Бога. Для них оно показалось бы, это предупреждение, просто каким-то смешным выражением самонадеянности, но оно било в самую точку, будучи направлены к людям, где-то в глубине совести, сознающим истинность Иисуса, но старающимся уклониться от того, вот этого беспокоящего их сознания и стремящимся как-то избежать того, чтобы подчиниться Иисусу, стать на его сторону, потому что плоти это невыгодно. Вот их оно, это слово изобличало и предупреждало о тяжелых, гибельных просто последствиях, потому что знать об истинности Иисуса и отвергать Его, это знать, что Он выразитель воли Божией и все-таки отвергать Его, это означало отвергать самого Бога, даже если бы Иисус был просто Божий пророк, просто человек-пророк. Иисус разбил очередное измышление фарисеев о его якобы причастности к Вильзевулу, за которое они было ухватили, чтобы как-то в надежде успокоить свою нечистую совесть, теперь ясно им объясняет их положение, их ситуацию и те последствия, которые им угрожают. Предупреждение, которое мы сейчас рассматриваем, оно, по-видимому, изобличает еще одну идею фарисеев, которая возникла там в их среде, в их сознании, в сердцах. Эта идея заключалась в возможности послужить Богу и угодить Ему и не присоединяясь к этому учителю из Назарета. Мы останемся на своем пути, мы будем тоже угодны Богу, мы же Богу служим. Такой вариант обеспечивал, как им казалось, и богоугодность, и сохранность имевшихся у них привилегий. Знаете, надо признать, что вот эта идея двух или даже более параллельных путей, ведущих в Царство Небесное, она имеет широкое распространение и сейчас. Носителем ее является не только просто мудрецы этого мира, но даже и многие либеральные богословы, которые заявляют, что все религии учат добру. И всеми путями можно прийти в Царство Небесное, не обязательно через Иисуса Христа. Приверженцами этой идеи оказываются нередко те номинальные христиане, которые считают, что вполне возможно прийти в Царство Небесное и не посвящая себя Иисусу. Можно жить своей светской жизнью, ограничившись только выполнением некоторых там правил, ну, конечно, посещения собраний в какие-то дни, пожертвованиями, еще там чего-то. И этого хватит. Есть в церкви служители. Это их дело пребывать в служении. А я спасусь как прихожанин. Ну, Бог же не одним только пресвятерам и дьяконам спасение обещал. Есть же еще и паства, а они ее служители. Вот я есть паства. Я так спасусь. Знаете, такая философия это тоже попытка учредить параллельный путь в небесах, который идет где-то рядом с тем, на который указывает Слово Божие, но в отличие от пути Христова он не требует напряжения. Спаситель все это отметает. Кто не со мною, тот против меня. Нельзя занять какое-то среднее положение между Христом и этим миром. Или как пытались это сделать фарисеи в своем сознании между Отцом Небесным и Христом. Невозможно это. Невозможен труд для Бога во имя Бога, но вне Христа. Фарисейская идея угождению Господу помимо Христа без Иисуса она совершенно ложна. Следующий ей человек не только ничего для Бога не собирает, он и для себя никакого наследства не собирает там на небесах. Более того, он расточает, потому что следуя вот этим придуманным для себя параллельным путем, он этим пропагандирует этот путь перед теми людьми, которые не утверждены в истине и не могут пойти за ним. Он утверждает этим тех людей, которые уже идут этим параллельным путем выдуманным. И это все наносит урон делу Божию. Это все трата, это растрата, это потеря, это вред делу Царства Небесного. В небеса идет только один единственный путь. Я истинная жизнь, говорит Иисус Христос. Всякий другой путь ведет другое место. Это надо усвоить. Первая часть вот этого тридцатого стиха открывает еще одну истину, когда ее сравниваешь с другим высказыванием Спасителя, которое адресовалось уже его ученикам. Помните этот момент, когда ученики сказали Иисусу, что вот человек был, где-то есть человек, который твоим именем бесов изгоняет, а вот среди нас его нет, он с нами не ходит, мы ему запретили. Итак, фарисеям Иисус говорит, кто не со мною, тот против меня, а вот ученикам в тот раз он сказал, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда мы ставим эти два изречения рядом, они открывают нам очень важную истину, которая, хотя нередко проповедуется, по крайней мере, в наших церквах, но вот не всеми легко и достаточно быстро усваивается. Ученичество Христово не обуславливается физической принадлежностью какой-то одной группе исповедующих имя Христа. В наши дни существует очень много разных конфессий, направлений, толков среди христианства, но нельзя допускать мысль, что спасение Божие ограничивается лишь какой-то одной динаминацией в христианстве. Спаситель вот этим сделанным ученикам замечанием предупредил нас против узости суждения и против попытки монополизировать спасение, отказав в нем верующим, которые научены не так, как мы или не совсем так, как мы. Подобные понятия, они не только не служат установлению правильных богоугодных отношений между людьми, исповедующими имя Иисуса Христа, но они создают проблемы для тех людей, которые следуют вот этим понятиям, которые им придерживаются. потому что когда вдруг какое-то проявление силы Божьей случается то же чудотворение, то же из знания беса случается где-то в церкви иной конфессии, такие люди попадают в затруднительное положение даже перед самими собой. Они обнаруживают склонность подвергать подозрению происшедшее, более желая доказательств неистинности вот этого сделанного чуда, чем его подтверждение как Божьего дела, потому что им кажется, что явление Божественной силы где-нибудь еще не в их церкви и не в их течении, оно как-то ставит под сомнение их исповедание, бросает на него тень. Срочно надо что-то найти, как-то это объяснить. Вы знаете, было за несколько лет до моего отъезда в Америку, там был такой случай, где-то в Одесской области православный священник из кого-то беса изгнал. Это пронеслось, это весь там по церквам было такое. И я вам скажу, я не совсем правильно в сердце своем отнесся к этому, я должен в этом признаться. Правда, дело не дошло до того, что я стал обвинять, что там он другой силой какой-то действует. Нет, я прославил Бога, все в порядке, но внутри у меня как-то нехорошо было. Почему это не у нас произошло? А, наверное, не у нас произошло, что нас там не оказалось, где был этот несчастный. Есть еще одна категория верующих. Они, наверное, во всех церквах присутствуют, такие в разном количестве, у нас они тоже есть. Это люди, которые постоянно подозревают церковь, в которой они находятся, что в ней не тому учат, что она как-то не так исповедует Иисуса Христа. Истина, по их мнению, бродит где-то на стороне, и все время они туда заглядывают в ее поисках. Причина тут не в том, что они в Писание вникают и что-то им открывается в Священном Писании, но в том, что они, не проявляя должной разборчивости, поглощают всевозможную духовную литературу разных толков, разных направлений, и из-за этого у них в сознании вместо твердого евангельского основания присутствует целый ворох, целый смерч каких-то чьих-то мнений, чьих-то суждений, сплошные точки зрения и больше ничего. И вот такие люди, если они услышат, что где-то произошло упомянутое чудо, они тотчас скажут вот, это потому, что там правильнее, чем у нас. И, наконец, есть третья категория. Это те, кто услышав о происшествии, скажут слава Богу, одним страдальцем меньше стало. Душа освободилась. Это самая правильная точка зрения. По-настоящему, если является сила Божия в каком-то верующем, и он именем Господа бесов изгоняет или еще что-то там совершает, это очень мало говорит о том, что то течение, в котором он пребывает, оно самое правильное. Это более всего говорит о том, что этот человек приобрел личные отношения с Богом и сумел ими воспользоваться. Он проявил веру, и по вере совершилось чудо исцеления, если речь идет об исцелении. И не нужно тут являть вот такой неразумной верности, ревности, которую когда-то явил, помните, будущий вождь Израиля Иисус, служитель Моисея. Там два человека встаня, сошел на них Дух Святой, они стали пророчествовать, а Моисей почему-то их не выбрал, как-то прошел мимо них. И это так задело Иисуса, говорит Моисею, запрети им, как же так? Они бы из Моисея такого удостоились, это подрывает авторитет пророка. Но Моисей сказал ему, что ты не о том ревнуешь, надо о Боге ревновать, а не обо мне. Так и нам не стоит в таких случаях являть свой какой-то узкообщинный патриотизм, а славить Бога, что он вновь явил свою силу через верных ему, что он вновь одержал победу, что дьявол потерпел поражение, еще одно поражение. Христос научает нас, что важнейшее, на что следует обращать внимание и брать в расчет, это положение, это отношение человека именно с Ним. Где человек находится по отношению к Иисусу Христу? Он говорит, что человек может быть и не с вами физически, ни в вашем кругу, ни в вашей группе, ни в вашей общине, но при этом все-таки быть со Мною. А вот вспомните, Иуда был, то с ними, но был ли он с Иисусом? Он все время хотел предать Его. Потому Спаситель не сказал, кто не с нами, тот против нас. Искариот был как раз с ними. Он сказал, кто не со Мною, тот против меня. В этот духовный закон он не включил учеников, он в нем, в этой формулировке оставил только себя самого. все решается от положения человека относительно Христа. И вот с этой точки зрения мы и должны подходить к человеку, в том числе к верующему человеку, и формировать свое отношение к нему, отношение к тому, что он делает, что может быть происходит в его жизни. Далее Спаситель делает еще одно предупреждение, которое беспокоит многих верующих. С 31 стиха два стиха мы прочитаем, 31-32 стихи. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына человеческого простится ему, если же кто скажет на Духа Святого не простится ему, ни в всем веке, ни в будущем». Некоторую неясность ощущают читающие Библию в определении вот этого непростительного греха. И обусловлена эта неясность тем, что Священное Писание объясняет его суть то в узком, то в широком значении. Здесь Господь как раз использует узкое значение понятия хула на Духа Святого. Считающееся устаревшим и книжным в русском языке слово хула по своему значению оно вполне соответствует употребленному в тексте оригинала слова бласфемия. И то и другое можно коротко перевести как ругательство. Но ругательство в смысле именно действия, ругания, поругания. Нетрудно сделать вывод, что Спаситель усмотрел в самом отношении к нему фарисеев вот этот грех, почему он ищел необходимым их предупредить о последствиях. Также легко понять, что под хулой на Духа Святого он имел в виду именно возникшее в среде противящихся ему фарисеев мнение о том, что он действует не силою Божию, но силою Вильзевула. Но знаете, вот эти выводы они сами по себе еще не дадут нам точного представления о составе с отделанного фарисеями греха, пока мы не учтем еще один факт, о котором мы много говорили и сегодня, и в прошлый раз тоже мы об этом говорили. Дело в том, что это суждение фарисеев насчет Вильзевула, оно не было результатом просто непонимания силы, которой действовал Иисус. Оно не было результатом того, что в этом изгнании беса и исцелении слепоглухонемого было что-то такое подозрительное, непохожее на действия Божие, так что они не смогли распознать в этом Духа Святого и им что-то им другое показалось. Они на самом деле все хорошо понимали, но настолько не желали признать свою неправоту перед этим учителем из Назарета и соответственно признаться в том перед народом, над которым они себя поставили, что они пустились даже на то, чтобы превратно объяснить действующую через Иисуса силу, придумав вот этот пасквиль относительно Духа Святого насчет Вильзевула, чтобы оправдать свое ожесточение против Учителя, оправдать свое нежелание присоединиться к тому, кто пришел от Бога, то, что они знали, что он от Бога. То есть вот это поругание, проявлявшееся через Иисуса силы Святого Духа, с их стороны было совершенно сознательным, совершенно намеренным. Оно никаким непониманием истины, никаким заблужением не оправдывалось, не объяснялось, не смягчалось. Таким образом, речь идет о совершенно сознательном акте, совершаемом при наличии полного знания положения вещей. Это есть хуление Святого Духа, которое не может быть прощено ни в этом веке, ни в будущем. 32 стих, который мы прочитали, говорящий о разной ответственности хулителей Сына Человеческого и Святого Духа, тоже может вызвать вопросы. Потому что мы знаем, что Христос это одно из лиц Божественной Троицы. И неужели же хула на Иисуса Христа это менее тяжелое преступление и оно подлежит прощению? Не унижает ли это данную ипостась Триединого Бога? Здесь речь вовсе не о том, что Иисус менее значимая личность в Троице. Но вот этот стих, он как раз проводит идею зависимости ответственности человека от уровня его познания, от его понимания ситуации. Люди, несмотря на Иисуса, они видели Сына Человеческого. К тому, что Он есть Сын Божий, то есть Сам Бог, посетивший Землю, каждому надлежало еще прийти своим сознанием, своим сердцем, что не может произойти без личного откровения, как это у Петра произошло. И те же фарисеи, зная о божественной силе, действующей в Иисусе, они не имели полного понимания того, что Иисус есть Мессия. Постигнуть это они и не могли, потому что они находились не в том положении, не в тех отношениях с Богом. А Дух Божий действовал и проявлялся через каждого Божьего пророка, бывшего человеком. Так что даже проявление вот этого Духа в Иисусе, оно не выглядело достаточным таким аргументом в пользу того, что это есть Мессия, что это есть Сын Божий. В глазах большинства людей при всей своей силе Он все-таки был человек-пророк, пока что не более. И потому вот поругание Сына человеческого это сознательная хула по адресу человека и несознательная по адресу Бога, потому что Бога в нем еще не распознали. И таким образом тот, кто ругал Иисуса как Сына человеческого, он не знал, что он с Господом Богом имеет дело. Это та самая ситуация, в которой некоторое время находился Саввл. Он был хулитель и гонитель, чей хулитель и гонитель? Ну, кажется, церкви, кажется, верующих. Но Иисус, я вижу, если ему говорить, что ты гонишь меня, а в другом месте Павел говорит, что он принуждал хулить имя Иисуса других людей. Наверняка и сам и сам это делал. Но дальше он добавляет, он так поступал по неведению в неверии и в конце концов оказался прощен. Потому что для него Иисус это был просто человек, самозванец, еретик, но просто человек. Обратим внимание, в 32 стихе Иисус говорит, кто скажет слово на Сына Человеческого, не на Сына Божия. Потому что тот, кто знает, что Иисус есть Сын Божий и похулит Его, он становится хулителем Бога, не человека. Он ругает ипостность Божества. И Господь в 32 стихе на этот случай свое прощение не распространяет. Он говорит только о Сыне Человеческом, когда ругатель большего в нем не видит, чем только человека. В отношении вообще вот этого согрешения мы, конечно, здесь не затронули всех его аспектов. Мы коснулись только узкого значения понятия хулына Духа Святого, которое подразумевает устное или даже просто мысленное поругание его. Если Бог позволит, мы в следующий раз продолжим эту тему, она важная для нас. Мы рассмотрим другие случаи, когда Писание также рассматривает уже даже не слова, а те или иные действия, как богохульство. А сейчас хотелось бы в заключении коснуться такого одного неприятного явления, с которым сталкиваются очень многие верующие. Может быть, в особенности пришедшие из мира, я это точно не знаю, но это бывает. Случается, вот мы только что сказали, что Иисус рассматривал здесь случай хуления устного или даже мысленного, потому что написано, что Иисус понял, что думают о себе фарисеи и призвал их и стал им это говорить, что внутри думают о себе фарисеи. Так вот, случается такой вид искушения, когда верующему вдруг лезет в мысли какое-то злое слово на Духа Святого. Он не желает этого пропускать голову, он борется, сопротивляется, он призывает Господа, оно вот лезет и все. И в конце конца вот проскользнуло и прозвучало где-то в голове. И знаете, особенно если этот человек совсем недавно обратившийся и уже наученный, что такое непрощаемый грех, но еще не сталкивался никогда с этим искушением, начинается паника, караул, я согрешил смертным грехом, все, я погиб. Если кого-то посещает подобного рода искушения, паниковать не надо. Это просто искушение. Это работа дьявола, а не ваша. Это знаете, как сидишь в комнате, а за окном ругань, вот залетают слова. Ну что, надо окно закрыть поплотнее. Конечно, с этим надо бороться. Надо молиться, читать Писание, если надо, пост искушение уйдет. А вот падать духом не надо, потому что дьявол в данном случае как раз вот этого и хочет. Он старается внушить неутвержденному вере, что все, он погиб, ему не на кого надеяться. Грех богохульства это произведение самого человека. Конечно, под воздействием дьявола, но это сознательное поругание, исходящее из ожесточившегося против Бога сердца. Сердце, которое враждует против Бога, которое возненавидело его за что-то. То, что случилось вокруг него, в жизни, в мире, а он не понимает этого, начинает противиться Богу и может изойти вот это злое слово против Бога. Или вот такой случай, который мы сегодня рассматривали, когда сознательно возведенное на Духа напрасленно для самооправдания, для обоснования своего нежелания стать на путь истины, когда он этот путь хорошо виден. То есть, речь идет о клевете. Что такое клевета? Клевета – это ложь, сознательная ложь, возведенная на кого-то. Разумеется, всякое искушение, оно имеет какие-то причины. И вот эти наглые попытки вторжения дьявола в мысли верующего с хульными словами на Бога, особенно, когда это долгое время происходит. Или через время оно возвращается опять. Оно наверняка, скорее всего, оно говорит о том, что не все ладно в духовной жизни этого человека. Что-то не так, что-то допущено. Где-то вот это окно не закрыто. Или наоборот, что-то, что нужно сделать, оно в пренебрежении, оно не делается. Надо обратить внимание на свою жизнь, прося Бога указать причины, почему это имеет дьявол такой доступ. Но вот паниковать не надо, потому что Спаситель знает, что и от кого исходит. И он отлично видит, что не наше сердце производит эту хулу. Нас дьявол еще может как-то обмануть, а вот его он не обманет. И Господь таких искушаемых людей он в богохульстве не обвинит. Чего вот нам надо особенно остерегаться, так это ожесточение и ропота, которые действительно могут так завладеть сердцем человека, что из него и зайдет злое сердце против Бога. Вот этого нам надо избегать. И это еще одна причина, почему нам так важно быть в отношении Господу кроткими и смиренными, о чем он говорит. И вот этим качеством нас, нам есть у кого учиться, у самого Иисуса Христа по Его Слову. Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Господь наш Бог, хвала и благодарность Тебе, что Ты наш Спаситель, что Ты держишь нас в своих руках и заботишься о нас, что Ты благословляешь нас и охраняешь нас и хранишь души наши. Благослови нас, Господи, всегда ощущать себя в Твоих руках, чтобы нам не волноваться, не тревожиться, чтобы не подвергаться этим искушениям, когда дьявол страхом искушает человека, внушая ему, что он не спасен. Помоги, Господи, защити от всего. Благослови нас, Господи, быть кроткими и смиренными, стоять всегда на Твоей стороне и смотреть на все происходящее Твоими глазами, чтобы мы понимали, что во всем Твоя воля и чтобы мы не тревожились, не терзались, не беспокоились, но благословляли Тебя и ожидали Твоей милости и Твоей помощи, которая обновляется каждое утро. Благослови нас, Боже, в этом. Будь прославлен за все наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Большое утро. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...